добрый вечер дорогие друзья хочу вас поздравить с наступающими праздниками пожелать всего самого прекрасного и конечно же вдохновение на новые шедевры надеюсь что этот год следующий год у вас будет лучше чем предыдущий и он принесет вам много радости и успехов и так сегодня на повестке дня у нас прекрасные птички в заснеженном лесу эти птички называются птицы кардинал насколько я знаю и мы сегодня будем с вами изображать именно их какие краски нам сегодня потребуются какие материалы какие разбавить и так далее это сейчас мы с вами все как раз и озвучим и так давайте начнем пожалуй с холста сегодня я буду использовать склейку холстов это такой вот размер маленький а4 еще существуют такие вот склеечки побольше побольше формата мы на них уже с вами писали вот эти уже такие более большие так и теперь по краскам палитра как обычно у меня самая стандартная самая обычная и список красок может быть индивидуальным если вдруг у вас каких-то красок нет тех которые я буду использовать это не страшно можно взять какие-то похожие оттенки так теперь давайте по списку пройдемся белила титановые белил выдавливаем побольше вообще в целом в любых зимних пейзажах мы с вами используем так или иначе много белой краски поэтому белила прям в большом количестве не стесняемся выдавливаем вот так прямо пожирнее дальше желтую желтая может быть любая я возьму то что у меня сейчас завалялась вот здесь вот на соседней палитре это насколько я помню была индийская желтая дальше немного взять охры я беру охру желтую и вопрос в чат сколько вы уже успели картин написать по этому марафону потому что сейчас я смотрю в альбом и добавляется много работы это очень радует и некоторые успели уже все три картинки нам прислать а сколько вы картин уже успели написать и планируете ли писать все четыре или только некоторые из них тоже будет интересно узнать следом мы с вами наберем красные у у меня это будет кадмий красный светлый не очень много вот так хватит и кадмий красный темный далее можно взять немного краплака у меня краплак красный затем коричневая тоже на свое усмотрение я обычно беру две сиену женую и ум пруженую можно взять другие оттенки которыми вы привыкли работать и так сиену женой затем умбра так следом синие краски мы сегодня возьмем с вами две голубую фц и ультрамарин голубая фц еще немножко и конечно же ультрамарин и давайте возьмем с вами зеленую краску у нас вопрос в чате если кончились белила ух если кончились белила то это беда потому что без белой краски нам здесь точно не обойтись а если белил нет то лучше их конечно купить по другому к сожалению здесь никак так и зеленую краску я возьму вот такую это русское зеленое можно взять любой оттенок похожий например травяную зелень так я думаю что все с красками это все сюда обязательно иметь много бумаги или салфеток и давайте соберем оттенки которые у нас с вами остались от предыдущей работы чтобы слишком много времени не тратить на смешивание справа я здесь организую целую палитру зеленых вот у меня какая-то старая палитра с прошлых занятий марафона осталось куда я какие-то оставшиеся красочки выдавливала и мы с вами сейчас их в столбик соберем и так оттенок позеленее потемнее напоминаю что это у меня была обычная простая смесь ультрамарин плюс желтый и затем светлее с большим количеством желтого а затем еще и с добавлением белого то есть самый такой финальный цвет у нас получился можно сказать такой вот скорее салатовый лимонно-салатовый очень яркий очень светлый еще у нас с вами были оранжевые оттенки тоже давайте их возьмем это кадми красный плюс желтый желтый плюс красный вот такие оранжевые тоже сюда соберем они нам пригодятся так что еще из полезного тут есть давайте посмотрим и возьмем синяя такая вот голубая это fc в разбили затем фиолетовая ультрамарин плюс краплака в разбили здесь другой оттенок синего это была у нас смесь если помните мы смешивали с вами голубую fc плюс ультрамарин все вместе и в разбил запускали так но еще один оттенок синего это уже ультрамарин в разбили так еще у нас с вами сохранились вот такие вот розовые она уже немножко грязноватая с ультрамарином но в принципе подойдет так и еще один оттенок коричневый тоже у нас есть давайте возьмем чтобы не пропадал хотя нет она уже такая подсохшая уберу-ка я ее все я думаю из основного мы все с вами уже забрали у нас было еще так бирюзовая была но в принципе она нам особо не нужна я думаю что все мы с вами взяли все что могли и теперь пора палитручку уже на покой как обычно нарываю бумаги как можно больше очень удобно пользоваться вот такими вот отрывными кусочками которые сразу под нужный размер открываются кстати очень здорово используйте бумагу такую потолще трех четырехслойную она очень хорошо впитывает жидкость влагу то есть если нам нужно какие-то слишком жидкие участки подсушить то такая толстая бумага будет прям очень хорошо впитывать с этим готова разбавитель разбавитель все тот же терпентин без запаха из основных оттенков я думаю что у нас все есть но мы с вами будем по ходу движения все это корректировать поэтому давайте сразу присыпать к наброску чтобы не тратить время набросок я буду делать вот такой вот кисточкой синтетика тверденькая очень удобно ей работать немножко жидкости давайте вот такую вот бежево коричневатую краску это было сиена в разбили и вот такой краской мы начнем составлять композицию нашей работы главными объектами у нас тут являются птички поэтому в принципе вы можете немножко переработать композиционную свою работу все будет зависеть еще и от формат который используете у меня вытянутый формат это 20 на 30 он вполне себе приемлем если же у вас работа иного формата то конечно нужно обязательно перекомпоновка поэтому в первую очередь задумывайся задумываемся именно над этим затем раз у нас главным объектом являются птички то в принципе вы можете еще каким образом переделать композицию вы можете их увеличить убрать лишнюю какую-то детализацию и так далее здесь работа у нас как в качестве образца выбора взята работа где очень-очень много деталей если мы работаем на маленьком формате то все это прописывать это будет просто крышу снесет однозначно поэтому если вы хотите каких-то деталей больше дописать то обязательно берите формат больше чем у меня если детальки хотите опустить то можно брать такой формат поэтому если больше формат больше детализации меньше формат меньше детализации птичек можно увеличить с другой стороны можно их окружить большим количеством листвы можно елочку какую-то рядом посадить то есть здесь опять же просто фантазируем и какие-то от себя деталь тоже можем добавлять меня очень порадовало сейчас прислано очень много сюжетов где скорректирован сюжет в ту или иную сторону там где-то и кабанчик нападает на лесу защищает зайцев в общем такие классные сюжеты придуманы поэтому если будет желание и фантазия то обязательно здесь тоже что-то поменяйте будет абсолютно классно так 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 вопрос в чате енина спрашивает подскажите пожалуйста что делать с картиной у меня в уголке провис немного холст паш давай ты наверно ответишь а я буду пока делать рисунок так несколько вариантов если холст провис в уголке не в уголке вообще если холст провисает вариант 1 у вас все хорошо у вас модульный подрамник модульный подрамник это подрамник есть модульный подрамник под рукой нет наверное все это у нас хранится так а я пока буду намечать наших птичек рисунок сам по себе очень несложный это несколько шариков соединенных вместе и какими-то детальками дополненной так 1 вот такой подрамник у вас это подрамник вот так он выглядит сторожа это угол подрамника весь я к сожалению сейчас не покажу в камеру не влезть вас модульный подрамник это вставленные друг друга вот эти вот планки с колышками очень важно что сможете бить колышку конец вот так вот выглядит угол у меня здесь уже биты колышки вот здесь уже расчелина вот она образовалась от того что колышки были подбиты именно так и будет выглядеть ваш хост когда вы его подобьете и растянете фокус да если вас подрамник модульный то выбиваете туда колышки и подрамник подтягивается если у вас не модульный подрамник то вариант такой если они сильно провис то то можно легонько побрызгать водичкой спульверизатором. Легонько, с задней стороны, не на краску. Если сильно намочите, возможно, слоение краски и грунта не рекомендую. Вариант третий. Если подрамник не модульный, вы берете, открепляете холст в том месте, где он крепится, к подрамнику, немножко его подтягиваете. Если сильно постараться, то можно даже руками, если нет щипцов. Немножко подтягиваете. И крепите обратно. Крепится это степлером строительным. Можно гвоздиками. Не так удобно, как строительным степлером. Они есть и недорогие, ручные. Можно им подкрепить. Так, вариант последний, самый такой хардкорный, я бы сказал. Вы снимаете холст и перетягиваете его заново. Да, тоже чем-нибудь. Да, все это рекомендуется делать либо после полного высыхания либо еще до того, как вы начали писать. То есть, писать на ненатянутом холсте неудобно. Я это делать не рекомендую. Прям очень сильно не рекомендую. Если вы перетянете, то тоже возможно растрескивание краски. То есть, без фанатизма в этом плане. Ну, я надеюсь, на вопрос ответил. Да, тем временем мы уже выстроили рисунок. Посмотрите, птичек. Вот эту птичку я немножко подняла, чтобы они взаимодействовали. Мы с вами даже, возможно, сделаем так, чтобы птичка наша первая подняла клювик наверх и сделаем такой вот диалог между птичками. Здесь, что очень важно, такими вот простыми геометрическими формами обозначат самые-самые базовые вещи в нашей композиции. Так, с этим разобрались. И, в принципе, все. Больше никакой детализации мы сейчас создавать здесь не будем. Остальное будем уже прописывать по ходу работы. Сейчас мы с вами начнем заполнять фон нашей картины. И, в принципе, мы можем либо сначала создать общую тонировку нашего холста, а затем уже начинать выписывать какие-то детали. Но, в принципе, я предлагаю пойти таким вот абсолютно простым стандартным способом заложить верхушку, а потом пройтись всей базой по фону. Так, сейчас мы с вами еще несколько оттенков замешаем, потому что здесь вот недостаточно еще пока что. Еще один розовый замешаем. Так, продолжение вопроса. Подрамник модульной колушки вставленный, чем подбить. Молоточком любым. Я резиновым подбиваю так, чтобы не сильно разбивались колушки. Но можно, если осторожно, аккуратнее, вполне себе и железным. Но резиновым, конечно, гораздо удобнее. Ну да, удобнее. Так, и здесь охру у меня разбили внизу. Будете подбивать, следите, чтобы это было не прям очень сильно. То есть до какого-то момента он натянется, но вполне возможно такое, что он не натягивается, вы все бьете, бьете, он все не натягивается, и опа, колышек вышел сквозь холст. Вот этого допускать не надо. Обратите внимание, что натяжка угла зависит не только от натяжки, не только от степени расклинивания в этом конкретном углу, но зависит очень сильно еще от степени натяжки всего холста. То есть это не просто прямая зависимость, что вы подбили в одном углу и угол натянулся. Нет, если вы растянете немножко другие уголки, то тот угол тоже немножко подтянется, потому что целый холст будет подтягиваться. Поэтому желательно все-таки равномерно с одной стороны к линии подбить, с другой симметрично, с одной, с другой, чтобы понемножку растянуть во все стороны. Так, мы с вами замешали несколько оттенков и готовы уже приступать к закладке фона. Сейчас мы с вами начнем с верхушки, прямо с небушка. Я набираю буквально капельку жидкости на кисть, немножко вот такой вот голубоватой краски и начинаю верх заполнять. Не пугаемся, что мы с вами, например, берем такую вот насыщенную краску. Она у нас сейчас будет смешиваться с остальными оттенками и насыщенность будет глушиться. Вот так вот по краям больше голубизны, а в центре поменьше. Следим, чтобы жидкости не было много. Вот сейчас у меня даже многовато. Смотрите, видно, я сейчас пальчик приложила и остаются следы от пальца. И у пальца вот такой вот в краске весь попачканный. Вот это вот не особо хорошо, поэтому если нужно, то салфеточкой проложить и вот так вот просто немножко промокнуть. Можно даже растереть, потому что сейчас у нас оттенков здесь только один, поэтому не страшно это сделать. Следом я начинаю постепенно вводить уже розоватые оттеночки. Пока просто базу вот такую создаем без какой-либо прописки. Просто пока подмазываем, просто замазываем. И спускаясь ниже, добавляю еще такой вот желтоватый оттенок. Это охра в разбеле. Спускаю несколько ниже, чем даже того требует ситуация. Потому что, напоминаю, лучше перекрыть, чем не докрыть. Вот сюда спускаем. У нас с вами солнышко где-то будет вот в этом месте. Оно уже село за горизонт, поэтому здесь такой прям сильной яркости не будет. И мы можем с вами сделать очень нежное, очень приятное небушко. У нас остались вот такие вот кремовые замесы. И мы можем кое-где уже пускать такие вот облачка. Эти облачка у нас с вами будут подсмешиваться с голубоватыми, с розоватыми и будут создавать неоднородные мазки, неоднородную структуру. Где-то, посмотрите, у нас синева немножко переплетается. Даже вот сюда вот с желтой заходит. Но грязи никакой не получается. Вполне себе все прилично. Так, вот эту вот коричневизну можно смешать с фиолетово-голубым. И мы получим сероватый оттенок. Вот этим оттеночком мы верх можем с вами уже начинать покрывать. Создаем такие вот кучерявенькие облака. У нас сегодня с вами сказочная картинка. Поэтому мы сейчас вот создаем вот эти сказочные облачка. Не увлекаемся излишней кучерявостью, но, в принципе, даже если она будет, то в этом сюжете она точно не навредит. И вот так вот спустили даже больше, чем нужно, чтобы затем наложить елочки, какие-то деревца, и у нас все было перекрыто. И даже когда мы с вами будем нанизывать ветки на елку, чтобы внутри была какая-либо подложка. Это очень важно. Поэтому всегда делайте чуть больше, закрашивайте чуть больше, чем даже нужно будет в конце. Потому что на подложку гораздо проще наносить цвета, чем в прямую. И сейчас, спускаясь ниже, мы с вами будем использовать больше уже таких вот сероватых оттенков. Может быть, даже немножечко зеленоватых. Так, ну вот это вот уже с перебором, поэтому я немножко приглушу. Но вот такие вот серо-синие у нас уже будут работать внизу в подложке вот в этой области. Поэтому сейчас вот такой вот нейтрально-серенький цвет я начинаю закладывать сюда в базу. И обратите внимание, я сейчас работаю очень сухо. То есть у меня здесь нельзя обнаружить какого-то большого толстого слоя краски. Это делается для чего? Для того, чтобы потом, впоследствии, было очень просто наносить вот эти все верхние слои наших объектов. Какие-то деревца, да все что угодно. Нам нужно сейчас использовать очень тонкую краску. Чтобы нанести тонкую краску, у нас есть несколько способов, как это сделать. Мы можем первое взять и просто вот так вот втирать. Прям вот так вот тереть. А второй способ добавить чуть-чуть жидкости, и оно будет скользить уже вот так вот жидко. Какой способ, как вы считаете, здесь будет наиболее выигрышным? Вот я буквально дам пару секунд, чтобы вы ответили на этот вопрос. Можно даже просто для себя не обязательно в чате писать. Но как раз давайте пару секунд и расскажу, какой вариант лучше и почему. Думаю, что каждый уже ответил на этот вопрос. И теперь расскажу. Жидкость использовать нежелательно. Поэтому если вы ее даже будете брать, то это должна быть действительно какой-то миллиграмм, не больше. Почему? Потому что в подложке очень жидкую иметь краску нежелательно. Последующие краски будут наноситься очень плохо. Нам придется... Смешивание будет очень сложным. И в принципе работать будет абсолютно некомфортно. Поэтому все вот эти вот краски, которые у нас в основе, в базе мы их прокладываем достаточно густо. То есть, чтобы они у нас не были, во-первых, не толстыми, а во-вторых, не жидкими. И если вы все-таки сделали как-то жидковато, то тогда просто берите фен и немножко подсушите. Это пройдет в том случае, если вы работаете на каких-то быстро сохнущих разбавителях. Если же у вас и разбавитель, например, там масло, или преобладает масло в составе, то тогда, конечно, будет еще сложнее. Поэтому сейчас буквально капелюшку разбавить для того, чтобы слегка смочить краску, ни в коем случае не много. Даже вот здесь вот у меня уже многовато. Хотя кажется, что они так уж и много. Тем не менее, вот эта краска, которую я нанесла, она успеет подсохнуть к тому моменту, как мы с вами будем разбираться здесь с фоном. Но, опять же, не перебарщивайте. Жидкости не должно быть много. Проверяйте, опять же, на жидкость, вот с помощью пальца, как я уже много раз показывала. Начинаю здесь вот так вот заполнять. Залезаю на мордочку к птичкам и на тело. Не страшно это все. Самое главное, не бойтесь залезать на соседние объекты. Это гораздо лучше, чем оставить какие-то дырочки между объектами. Вот, например, вот так, между вот этим объектом и между фоном видна дыра. Вот это вот совсем плохо. Еще раз замешаю тот же самый оттенок. Голубая, немножко зеленцы. Чуть-чуть совсем. И вот таким оттенком буду двигаться. Опускаясь вниз, я могу чуть больше уже добавлять синевые. Так, а вот как раз Ираида и предлагает. Я бы втерла. Вот, совершенно верно. Лучше втирать. Лучше втереть. Но на всякий случай имейте для около себя, где-нибудь неподалеку, неподалеку фен. Он нас иногда выручает. Вот так вот я втираю. Не оставляю никаких просветов между небом и, например, вот этой подложкой. И внизу мы с вами уже используем такой вот более синеватый оттенок. Почему? Потому что вот эта зеленца, которая у нас здесь присутствует, она у нас возникает из-за обилия деревьев. Вот на дальнем плане это и елки, и там, ну, всякие разные деревца. А внизу у нас с вами уже, в принципе, тропинка, дорога, снег. И нет столько много зелени. Поэтому здесь уже можно чуть-чуть больше синевы использовать. Тоже не прям сильно насыщенную, но какую-то такую посинее чуть-чуть. Можно капельку зеленцы, чтобы это все равновеснее звучало. Вот так примерно. А затем спускаемся и уже более розоватыми оттенками начинаем заполнять вот сюда вот снежок. Посмотрите, кисть у меня сейчас грязная. Я ее вытираю, но не мою. Вообще не мою. Просто снимаю излишки краски от тряпочку. Вот так я ее почистила. На тряпочке осталось много грязи, но и кисточка осталась грязноватая. И меня это не пугает. Я в любом случае набираю сейчас розовую краску той же самой кистью и начинаю вот так вот заполнять. Причем в голубые прям сильно так не залезаю. Просто начинаю заполнять вот этим вот розово-фиолетовым, который у меня образовался из смеси розового колера и чуть-чуть синеватой краски, которая осталась на кисти. И вот сюда спускаю все это. Все спустила. И теперь могу какие-то вот эти вот намеки на снежную тропинку вот так вот создавать. Какая-то уже может быть и желтизна туда следовать, но в принципе не обязательно. Немножко есть и хорошо. Затем, что мы с вами делаем? Я возьму другую кисточку. Вот эту пока оставлю. Она у меня такая вот голубоватая. Возьму другую кисть и начну создавать подложку под наши бревна. Итак, коричневый. Можно даже вот сюда его вытащить. Можно с небольшим количеством синего. Синий беру ультрамарин. И вот этой темнотой начинаю заполнять наши дощечки. Работаю сразу такой вот темной краской. Конечно же, задеваем фон. Видите, у нас тут нет таких вот четких границ. Все относительно мягко, относительно смазано. Вот эту нижнюю часть тоже подзаполню сейчас же. Вот здесь вот внизу. Видите, у нас такая синеватая получается подложка. Синевато-коричневая. Вот этот вот оттенок красноватый-коричневый, сиеножженая, он чересчур здесь красный. Поэтому я сейчас кисть вытру и все-таки буду работать в пользу умбры. Умбра немножко синего. Все, вот так вот уже втерла. И здесь продолжаю. Чем выше поднимаюсь, тем большее количество светлого использую. Здесь уже какие-то охристые пойдут. Но опять же, видите, они все темные, достаточно темные. Светлых у меня сейчас пока нет, потому что светлые мы будем наносить потом. Мы работаем сначала темнотой, а потом уже светлые накладываем. С этой стороны, слева тоже сейчас пока буду работать умброй-сохрой. Но постараться не перетеплить вот эту смесь. Вот сейчас у меня, может быть, даже слишком много вот здесь в подложке его. Я добавлю больше синеватого. Ну вот так, я думаю, подойдет. Итак, эти бревна мы с вами уже проложили. Кисточку я вытираю, не мою, просто вытерла и отложила в сторону. И сейчас возьму уже серую свою кисточку, которой будем создавать базу под снег. База под снег у нас с вами такая вот темноватая, серовато-голубая. Можно так ее обозначить. Поэтому, если у вас получается чересчур синяя подложка, то вы ее можете вот так вот легко приглушить. У нас с вами образуется серый вот такой оттеночек. Вот он нам гораздо лучше подойдет, чем голубой в разбиле и тем более какой-то там вот корешневатый. Вот этот нейтрально-синий, нейтрально-серый, я бы сказала, у нас пойдет в подложку под снег. После чего мы с вами какие-то участки будем больше голубить, а какие-то больше синить. Поэтому сейчас вот я пока заполняю вот это пространство свободное. Все, что у меня осталось вот здесь. Пока сильно в коричневый не залезаю. Просто заполню все, что здесь есть. И сверху, конечно же. Пока нас не страшит, что у нас получается по тону так же, как на фоне. Не страшно пока что. Так, ну и, конечно же, вот здесь вот сверху. После этого, когда мы основную массу с вами заложили, мы начинаем тем же самым оттенком создавать рельефность этого снега. Где-то он у нас с вами пушистый, где-то он вот так вот поднимается сюда вот наверх. Причем он, посмотрите, уже сливается у нас вот с этой коричневатой базой, которая у нас есть. И он у нас будет уже даже на этом этапе казаться живеньким, хорошим. Потом, конечно же, мы еще усилим это все. И даже здесь иногда приподнимаем вот этот снежок, чтобы была кучность, кучерявость. И где-то такие вот полупрозрачные нам дают намек на то, что снег здесь у нас уже тоненьким слоем лежит на каком-то темном коричневом объекте. Поэтому он у нас уже приобретает коричневатые такие оттеночки. Ну и вот сюда, конечно же, вот так вот продлить. Здесь также можно поработать вот таким вот образом. И изображая, что снег у нас вот так вот неровно лежит, и бревнышко у нас, когда заворачивается, то там, конечно же, уже такая неравномерная прослойка снежная. Вот так вот положили с одной стороны. Давайте нашу птичку поставим тоже на снежный помост. И кое-где вот этот снежок вот так вот спустим. Здесь будет целая шапка, такая вот хорошая воздушная шапка. Вот так. И с этой стороны еще одну птичку тоже сажаем на снежок. И тоже здесь клубы нашего снега постоянно меняют оттенок, потому что у нас то подсмешивается коричневинка, то у нас голубой остается. И вот сразу такой живописный снежок у нас с вами получается. И следом у нас здесь вот еще торчит часть бревна. Давайте вот так вот его здесь и продолжим. С неровными кончиками, вот так вот. И вверх у этого бревнышка тоже покрыт снегом. Примерно вот такой вот толщины будет. Вот так вот. Потом светлотой мы его вытянем и отделим от фона. Мы с вами это уже проложили. Теперь нам нужно с вами что сделать? Нужно положить базу на птичек. Птицы у нас будут красноватые, поэтому вот это вот будет совсем красное, вот это коричневое. Давайте я начну с красной птички. Я сейчас возьму щетинку, но можно в принципе и синтетику, если она у вас твердая. Можно работать и ей. Мы сначала в подложку с вами проложим такие вот темноватые оттенки. Это у нас будут краплак, коричневый и немножко кадмия. Вот такая вот темная-темная красноватая краска ляжет в подложку для птички. Но нажимаем, как вы видите, сильно, чтобы у нас не был слишком толстым наш подмалевочный слой. Сразу круговыми втирательными движениями начинаю формировать тельце нашей птицы. И посмотрите, меня абсолютно сейчас не волнует, если у нас здесь будет светло, потом или темно. Абсолютно неважно. Я беру базовый цвет и просто создаю рисунок одним и тем же цветом. Очень важно, что сейчас он у меня будет ложиться тонким слоем. Это мне позволит потом без проблем высветлить любую часть, которая мне нужна будет впоследствии. Вот здесь вот круглая пузика. Если хочется, то можно сделать совсем такую упитанную птичку толстенькую. Вот здесь, конечно же, бедрышки. И крылышко. Крылышко тоже пока вот так вот обозначить, просто его сюда вот вытянуть. Так, сама теперь мордочка. Тоже она круглая. Постепенно расширяем. Видите, я поставила в центр, вот так вот штрихую по кругу и постепенно увеличиваю радиус. Клювик пока не нужно. И хохолок тоже обозначить. Вот такая вот будет форма хохолка. Итак, первая птичка у нас готова. И также с таким же, таким же образом мы поработаем над второй. Только вторая уже будет иметь в своей основе коричневатые оттенки. Коричневатый я вот здесь вот замешаю с небольшим количеством охры. У меня на кисти остался красный. То есть кисти я совсем не мыла. Но не страшно. Главное, что у нас основной подтон будет такой вот коричневатый. Опять же, начинаю с центра. В центр поставила и начинаю вот так вот постепенно увеличивать, наращивать. А потом корректирую. Где нужно больше, где меньше. Здесь у нее, посмотрите, такие классные складочки есть. Очень пузатенькие, нахокившиеся у нас тут малыш. Большое пузико. Давайте вот такую вот сделаем упитанную птичку. Так, ну и крылышки, конечно. Ну что-то лишнее можно потом подобрать. Так, и голову вот таким же образом положила базу. И сразу же подумаю, как она будет у нас соединяться с телом. И, конечно же, вот этот хохолочек. И еще одна птичка у нас готова. Отлично. Теперь мы должны заполнить с вами все участки, которые еще не заполнили. Что у нас еще осталось? Ну вот здесь вот зелень мы видим. Какие-то крупные участки зеленые. Тоже сразу с вами их положим. В принципе, можно даже, наверное, этой же кистью. Ну, либо давайте вот этой вот я буду сейчас пользоваться. Я возьму вот эту темную зелень. Темную зелень с небольшим количеством синего. Если хочется сделать потеплее эту зелень, то тогда добавляйте еще коричневатые. Мы с вами пока что положим вот здесь вот какие-то участки, кусочки. Чтобы здесь у нас было темно. Так, где у нас еще зелень? Это вот здесь вот она. Вот здесь мы с вами сформируем вот такие листики. Где у нас еще пятнышки есть? Вот здесь вот давайте тоже обозначим. И вот все листики, какие мы хотим с вами обозначить, мы здесь такую базу темную создаем под них. И везде, где у нас есть зеленца. А вот тут вот есть. То есть поработайте с этими участками там, где у нас должны быть зеленые. Так, вот здесь вот зеленца такая. Так, и в подложку мы с вами не добавили здесь синего. Пусть она у нас здесь как раз будет. Вот таким образом. Да и тут тоже можно добавить. Так, где у нас еще много зеленых? Да вот здесь. Наслаиваем темные оттенки, а потом уже будем с вами высветлять их. Вот уже какие-то у нас с вами начинают торчать из снега. Затем, что мы с вами сделаем? Сначала мы поработаем над вот этими участками. Они вот уже так слегка подсохли. Тут уже покомфортнее будет работать. И затем вернемся вот этой кистью. Будем уже здесь вот наслаивать какие-то источки, которые у нас есть. Сейчас, что я предлагаю сделать? Давайте мы сначала займемся деревьями. Я возьму вот такую вот кисточку. Это круглая синтетика. И формат относительно небольшой. Мы этой кистью будем с вами прописывать елочке. Набираю опять же в основу такой вот голубоватый. Дальний план у нас будет светлым. Не особо примечательным. Не будет тянуть на себя одеяло. Зеленцы добавляю. Коричневинки. Еще раз синего. Чтобы у нас получился такой сероватый оттенок. Какие-то елки у нас будут потемнее. Какие-то посветлее. Начну. Ну, пожалуй, давайте вот чуть-чуть пожиже сделаю замес. И начну с вот этих. Как раз покажу, как писать елки. Кисть можно взять любую. Способов написания масса. У нас на сайте много есть классов, где мы разные елки писали. Я показывала разные приемы. Какие-то видео на ютубе есть. Можно посмотреть. То есть масса способов на самом деле масса. Я вам покажу сегодня один из. Вот, например, такой кистью. Мы с вами поставим основание наших елочек. Например, вот такая. И затем бочком поворачиваю кисточку. И вот такими вот вещами, вот такими вот мазочками начинаю наслаивать. И делаю это неравномерно. Потом кисточку перевернула. И заново начинаю делать. Елочка получается вполне себе такая похожая, реалистичная. Где-то добавим еще больше зеленого. И знаете, что мы сейчас еще с вами сделаем? Вот так вот. Я освобожу себе вот эту желтизну. Вытру мастихин. А то это не дело, что он у меня грязный лежит. Выдавлю белой краски. Ой, зачеркнула сюда. И вот от этой белой краски буду черпать какие-то кусочки, какие мне нужно смешать. Чтобы общий замес у нас не пачкался, а пачкался только вот этот вот, который не страшно. Вот такой оттенок. Начинаем внедрять. Давайте поставим. Во-первых, можно определить сначала высоты этих елок. Тут будет повыше. Вот такая вот идти. Здесь пониже. Тут еще давайте вот такого размера. Ну и там еще какую-нибудь тоже напишем. Здесь слева от птички будет еще одна елочка. Вот такая где-нибудь. Поменьше. Еще и повыше есть у нас рядышком здесь. И тут будет тоже большая такая елка. Вот я все эти столбы поставила. И теперь начинаю наслаивать все это внутренностями. Можно еще посветлее сделать. Особенно вот здесь, где у нас светит солнышко, мы сделаем еще светлее. Как это делать? Опять поставила вертикали, теперь опускаю, опускаю понемножку и начинаю вот так вот заполнять. Постепенно, постепенно, постепенно. Тут вот этими ляпочками можно ее облагородить, сделать пожирнее, потолще. Давайте еще сделаем посветлее. Какая-то вот, видите, она у нас уже может быть поглубее даже. И еще посветлее. Вот здесь какие-нибудь. Давайте вот их маленькие. Пусть будут тут тоже елочки такие. Просто, чтобы оно там у нас вдалеке было. Нас абсолютно не пугает, что у нас какие-то объекты могут залезать на близлежащие. Не важно. Все, что вдалеке, прописываем в первую очередь, чтобы оно у нас было там уже в подложке. Затем то, что у нас ближе, потом ближе, ближе и ближе. То есть со временем передние объекты у нас в любом случае прописаны будут после всего того, что мы сзади прописываем. И они уже, им уже не будет страшно, если на них какие-то участки залезли. Друзья, отпишитесь в чате. По елкам понятно ли все? Так, вертикали здесь поставила. И давайте еще вот эти елочки маленькие здесь пропишу. Так, здесь уже можно чуть-чуть посерее. и так же здесь начинаем прорабатывать. Какие-то елки могут быть более голубыми. и здесь уже более объемные, более масштабные мазки. Нам нужно с вами перекрыть, чтобы там были просто ляпушки такие. Самое главное следим, чтобы они у нас не были чересчур темными. Если мы хотим создать там вот такую вот атмосферу тумана вдалеке. Потому что, когда они у нас не сильно выделяются, видите, какой получается эффект, что они там вот такие вот затуманенные стоят. Чем ближе мы двигаемся к нам сюда, тем более темными становятся елочки. Какие-то вы можете прописать уже более темно. Например, вот здесь у нас какие-то есть объекты. Вот мы их здесь можем поставить уже вот так вот потемнее. Но не слишком сильно. Потому что все-таки дальний план нам хочется оставить относительно таким вот светлым. Но вот где-то вот так вперемешку могут елочки наслаиваться. Давайте вот здесь еще одну поставим. И вот так вот вниз мы продолжаем вести наши ляпушки. Это, кстати говоря, можно делать еще вот такими кисточками, если мы работаем над круглыми. То есть это будет тоже удобно, комфортно. Любые вот такие вот полукруглые овальные кисти. Ниже опускаюсь и просто создаю неоднородность мазков, показывая вот эти вот ляпушки. Тоже на хвостик можно заехать, это не страшно. И так же здесь продолжу. Ближе к свету могу немножко все-таки взять посветлее. И просто создать ощущение, что там есть какая-то такая заросль. Поставить вот эти пятнышки, которые могут даже не сильно читаться, просто чтобы была атмосфера. И здесь мы с вами посмотрим абсолютно так же. Давайте, во-первых, здесь поставим такие вот ветки. И объединять, чтобы не везде были малюсенькие такие вот прикосновения кисти, а чтобы они были разными. Так, вниз мы спускаемся, давайте создаем, создадим более такую вот темную. Синий, плюс немножко голубого, немножко вот этого замеса светлого, белого. И здесь просто вот такие вот уже пятнышки. Зачем они нам нужны, спросите вы, если мы потом будем сверху перекрывать какую-то, ставить зелень, листву? Они нужны нам для того, чтобы если в каких-то участках у нас останутся полупустые такие вот фрагменты, то есть, например, у нас между листиками какие-то просветы, еще что-то, чтобы там была не просто вот такая вот замазанная фоновым вот этим цветом структура, а чтобы было ощущение, что там какие-то объекты лежат, что мы там что-то с вами уже прописали. Тогда это будет гораздо-гораздо интереснее. То есть, даже если вот такие вот, казалось бы, непрописанные ляпушки поставите, они будут гораздо эффектнее смотреться, чем просто замазанные одним цветом фон. Вот здесь вот мы с вами уже положили, и, в принципе, даже, наверное, хватит. Затем елочки мы с вами украсим снежком. Зима, снег, все это будет смотреться очень здорово. Поэтому вот эти вот белесые набираю, сюда такие голубые. и такими светлыми оттенками начинаю прописывать снежок по деревьям. То есть, где-то наши вот эти ляпушки становятся светлее. Не работаю слишком белыми, потому что, во-первых, это вдалеке. Помним, что контраст снижается по мере удаления объектов. Поэтому кое-где вот такие вот более светлые мазки более чем достаточно, чтобы показать свет снег на дальних деревьях. И тоже не везде. Немножко положила и хватит. И вот у нас, смотрите, уже такое ощущение заснеженного дальника, когда у нас растет целая масса елочек на дальнем плане и она покрыта снежком. с этой стороны тоже можно кое-где вот так вот поработать, но понемножку совсем. И, конечно, теперь мы можем уже положить вот такие зеленоватые базовые оттенки под наши листики. у нас и вот здесь вот будут такие вот вот здесь вот листочечки. тоже выбираем свой формат, не слишком масштабно раскидываем эти листики, чтобы не перекрывать птичку, чтобы листочки у нас слишком на птичку не заходили. Так, ну и вот здесь какие-то у нас тоже. Тоже и везде, где есть, где видим, создаем вот эту базу. Ну вот здесь у нас какие-то есть такие тоже. Так, ну и все. Чтобы все, конечно, не перебивать листьями. затем начинаем с вами опять же дописывать задний план, чтобы потом он нас уже не отвлекал, чтобы мы могли вдоволь насладиться пропиской переднего плана и детализацией. Сейчас для дальнего плана я возьму такую вот круглую кисть, постараюсь найти. Ну, в принципе, вот это пойдет. та, которую мы с вами создавали рисунок и помягче вот такая более тонкая кисточка. Набираю немного жидкости, работаю коричневатой краской, причем обратите внимание, вообще в целом наша работа с вами сейчас она не без использования каких-то слишком красных оттенков в древесине. То есть вот эта вся древесина она у нас не совсем красная, хотя даже здесь вот я бы сказала, что она слишком краснит, но неважно, мы не используем совсем красные вот эти вот оттенки. Скорее в сторону холодных каких-то зеленоватых, вот таких вот синеватых, но не красных. И начинаем прописывать. Вот, наверное, здесь даже еще не хватает немножко синевы. Вот такой вот, чтобы оттенок был более нейтральным. Так, и начинаем обозначать деревца. Сначала вот эту вот ветку вот так вот вывожу и сразу делаю ее неровной. Смотрите, как это происходит. Рука у меня вот так вот подрагивается, дергается. такая вот толщина и откорректирует толщину вот этой. Тоже уходим прямо вот сюда в наше деревце. Совсем темные здесь не используемы. Обратите внимание, что оттенки у нас достаточно светлые. Даже вот в эту базовую темноту. Я добавляю светлые. И затем более мягкой кистью, потому что вот эта жесткая, ей будет не особо удобно прописывать ветки. Я уже начинаю наслаивать веточки. Мы с вами уже разбирались, как писать ветки. поэтому сейчас предлагаю просто посмотреть еще раз. Опять жидкая краска вот так вот набираю и начинаю выводить. В одну сторону, давайте вот такую другую. Сейчас я работаю такими базовыми ветками, теми, которые являются самыми крупными. Автоматически у меня где-то подсмешивается светлая краска с фона и все становится посветлее в некоторых местах. Но сейчас мы с вами создадим эту базу, которую потом будем покрывать снежным слоем. Но за счет того, что веточки прописываются жидкой краской, нам нужно будет дать с вами какое-то время деревцам отстояться, чтобы краска там подсохла чуть-чуть. Потому что сейчас будет неудобно все это прописывать. Так, вот эти вот давайте сюда вот такую уведу. И какие-то более тонкие веточки тоже уже можно вставить. Так, вот здесь вот у дальнего деревца, не у дальнего, а рядом у соседнего, можно еще больше голубизны добавить и прописывать уже вот такими голубоватыми неконтрастными веточки. следим обязательно, чтобы верхушка у нашего ствола была тоньше, чем низ. Потому что очень часто бывает, что верхние ветки делают толще. Так быть не должно. Так, и вот эти все ветки начинаю формировать с одной стороны, с другой стороны какие-то у нас тут есть веточки. Посмотрите, не страшно, если одна ветка перекрывает другую, соседнюю. вот здесь вот такая интересная коряга. Тоже можем ее обозначить. А веточки мы можем делать как более декоративными, так и более реалистичными. Тут уже в принципе вот эти все коряги вы знаете Шишкин очень любил писать в работах. у него вообще весь лес такой дремучий, коряги такие вот колоритные. Ну а мы с вами создаем декоративную такую версию. И еще такой момент. Прямо около птичек где-нибудь над их головой, под их головой слишком много веток не нужно делать таких ярких насыщенных. Если они там и есть, пусть они будут приглушенные и не контрастные. Чтобы не отвлекать взгляд от птички, чтобы ветки там не конкурировали. И вот здесь мы с вами должны еще мелочи накидать. И уже нашим лайнером тоненьким длинным можно какие-то снежные пятнышки накидывать. снег я буду прописывать вот таким вот белесо-голубым. Может быть для большей нейтральности добавлю еще и желтоватый. И давайте пропишем снег. Хотя знаете что, давайте я еще немножко веток насажаю вот этих темноватых, чтобы потом снег накладывать сразу уже на все и много раз эту работу не делать. сюда, сюда собственно наслоить так чтобы этого было не чересчур много но но и немало и теперь давайте покрывать снежком я могу вот так вот на пальчик опереться и какие-то светлоты вот сюда вот запускать тоже должна быть краска жидкой постоянно добираем жидкости поэтому с деревьями как вообще советую разбираться положили все что вот сейчас мы с вами проговорили потом оставили их в покое они немножко подсохли вот эта жидкость высохла и потом заново можно что-то там доработать дописать особенно будет здорово контрастно смотреться снег вот тот который мы сейчас с вами прописываем на фоне темной подложки поэтому вот этих местах обязательно добавляем вот такие вот снежные нам налеты в каких местах нам нужно прокладывать снег снег не должен быть по вообще по периметру всей ветки проложим мы с вами представляем как бы это могло выглядеть в реальном лесу и что мы с вами можем наблюдать что веточки которых горизонтально вот так вот расположились вот на них на горизонтальных на этих могут возникать снежные покровы те ветки которые стоят вертикально на них не будет столько снега если это ствол покрытый корой такой неровный какой-то она тоже может цеплять на себя снег но в общем и целом стараемся снег уложить там где он действительно может быть то есть вот на каких-то горизонтальках вот здесь вот по вертикали не очень и опять вот здесь вот на горизонтали может он быть сосредоточен и особенно в каких-то укромных местечко где он может скапливаться в большом количестве например вот в этих местах вот здесь как правило много его вот здесь вот тоже его много может скопиться здесь вот сам бог велел и вот в этих местах так аккуратненько пройтись и положить все эти снежные такие вот покрова и опять добавляю жидкости это тот редкий случай когда мы действительно используем ее много потому что и кисть тонкая она не впитает слишком уж большое количество да и ситуация этого требует по всем веточкам пройтись и проскидать еще раз жидкость и вот сейчас уже оживляется снежок и дальний план становится так поживее можно какие-то и вот такие белесые веточки покрытые снегом здесь тоже приписать но с этим не переборщивать по коре тоже можно пройтись положить в какие-то участки снег тоже без фанатизма немного особенно его больше будет в большем количестве он будет лежать на таких полу горизонтальных областях ну вот так вот кое-где тоже припорошить теперь двигаемся ближе давайте поработаем над птичками для птиц я возьму более тонкие кисти уже это будет и синтетика вот такая круглой клоночкой в общем всякие разные мы с вами положили темную подложку под птиц чтобы потом высветлять и высветлять их и сейчас как раз этим займемся но прежде чем это сделать мы дополним рисунок и пропишем мордашки точнее обозначим вообще где будет клюв у птицы и в какую сторону будет направлен взгляд в общем все и все вот эти детали так я сейчас наберу темную краску у меня вот здесь вот рядом лежат коричневый синий причем это умбра за голубой фц будет очень очень темный и давайте обозначать здесь для этих целей конечно хорошо бы взять муштабель какую-то подставку ну вот у меня сейчас поблизости смотрю будет нет поэтому буду обходиться руку на локоть можно вот так вот на пальчик опираться и поставить вот где-то здесь обозначим с вами клювик расположение какую сторону будет направлен ну давайте вот сюда с одной стороны и с другой он нас достаточно такой толстенький объемный так и глазик глазик вот такой вот кругленький и вокруг вот эту емочку обозначим такой вот более протяжный вокруг морды вот так вот мы этой темнотой сейчас с вами пропишем раскидаем темненькую шубку вокруг клюва и здесь давайте мордашку тоже мы уже направим и например пусть он вот сюда вот не вниз опущен а вот так вот чуть наверх и соответственно глазик ему вот здесь вот поставим так пальчик у меня постоянно пачкается потому что свежую краску задеваю это уже такой вот узорчик вокруг клювика обозначить вот эту темноту показывающую глубину а теперь можно уже приступить к заполнению самого пуха самих перышек сейчас буду работать в перемешку кроплаком с кадмием немножко жидкости и давайте пройдемся вот здесь вот по верхушке набираю уже больше жидкости чтобы была возможность прописать вот эти все перышки сразу сделаем его мохнатеньким вот здесь вот хохолочек конечно же гребешок постепенно так вот качует в голову и продолжаем перышки по направлению роста прямо по телу пока опять же это такие вот темненькие и сразу давайте поработаем над формой вот здесь вот его шире можно еще длиннее еще шире это сделать но единственное нужно нам следить чтобы хвостик у нас вписывался вот здесь вот и здесь вот одну лапку обозначим там внутри мы уберем вот эту вот это вот то что мы снова с вами изначально поставили и сейчас сделаем так как нужно так и еще одна лапка у нас будет вот здесь но это уже будет коричневой краской прописано так и давайте обозначим крылышко с хвостиком вот здесь вот так будет располагаться крылышко а хвостик вот туда пойдет вдаль и крылышко теперь давайте внутри пропишем вот эти все волосинки пока красноватый пока красноватый следите за тем какую сторону у нас направлены вот эти все ворсинки здесь они вот и вниз такой торчат и в одну и в другую сторону с крылышками то же самое немножко уже можно белесову подмешивать и прямо сюда на головку на хохолочек и прямо сюда на головку на хохолочек и ну и и и и и и Можно еще пошире. Вот так ему головку сделать. Внутри более светлой краской мы уже можем поставить какие-то белесые. У меня форматик маленький, поэтому не прям, чтобы очень сильно комфортно прописывать мелочь. У кого размер побольше, то можно это сделать удобнее. Так, и совсем вот эти вот мелочи, давайте какой-то маленькой кисточкой, особенно вот здесь вот по границе. Вот здесь вот по краюшку. Внутри. 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 И здесь прямо по мордашке. Можно таким вот оранжеватым оттенком, оранжево-красным. В перемешку с темными показываем крылышки. Синий плюс красный. Синий плюс красный. Синий плюс красный. И внизу тоже показать вот эту темноту на пузике. Синий плюс красный. Синий плюс красный. И какие-то участки просто сгладить, объединить. Чтобы не было слишком много отдельных першек. Чтобы они просто немножко где-то проскальзывали. Давайте займемся. Давайте займемся глазиком. Одна кисточка у меня будет черная, вторая белая. Но белая конечно не чисто белая, а сероватая. Здесь у нас с вами как раз есть серый замес. Вот им сейчас и воспользуемся. И давайте обозначать глазик уже. Параллельно работаем темный и светлый. И внутри в глазик обязательно плечок. Который сразу оживит взгляд. И клювик. Такой вот красно-оранжевый. Сначала заполняем общую массу. А затем прописываем все что внутри. Параллельно работаем. Сверху наблюдаем такой блячок, который потом мягко вот так вот можно растянуть. Вниз чуть-чуть потемнее. Сверху наблюдаем такой блячок. И вот здесь вот вокруг заполним темными волосиками, перышками. Сверху наблюдаем. И первую птичку мы с вами написали. Да, появился характер у птички. Чем больше деталей мы с вами добавляем, тем больше характера у птицы получается. Если мы хотим сделать ее еще посерьезнее, еще побрутальнее, то тогда можно вокруг глазиков еще больше добавить темноты. Если мы обратим внимание, то здесь вообще у этих птиц очень много вот этих вот таких темных вокруг мордочки. И они получаются несколько такими грозными взгляд. Если сделать глазик еще более продолговатым и вокруг еще больше темноты добавить, а шерстку посветлее, то будет еще больше характера. Так. птичка у нас с вами имеет коричневатый оттенок с немного таким желтым подтекстом который мы будем набирать охрой и начинаем постепенно высветлять вот сейчас сама подложка у нас уже немного подсохла поэтому работает сейчас вполне себе хорошо по такому слою поэтому сейчас слишком не перри не нужно слишком много жидкости использовать так вот все в меру постепенно высветляем кстати говоря я вам говорила что совсем скоро с января у нас будет работать магазин товаров для художников где мы будем продавать холсты хорошего качества и отличного и склейки холстов так вот склейки холстов сейчас уже в продаже и вы можете их уже начинать приобретать где этот раздел находится обновляет на главную страничку нашего сайта и там будет один из пунктов меню товары для художников сейчас можно их взять сейчас в наличии их не очень много поэтому сейчас будет отправлен заказ только первым десяти наверно кто успеет заказать там смотря кто сколько будет их брать остальные заказы будут уже с января с января уже будут в продаже и холсты и склейки сейчас склейки вот такого формата а4 потом будут еще и а3 серо-охристый светловатый замес мы сразу запускаем сюда вот в пузико еще посветлее и вот эту часть прям так хорошенечко под высветлить и низ тоже вот здесь вот наполнить его объемом так мария спрашивает что можно взять вместо терпентина чтобы не пах и сов быстро чтобы он во первых не пах это должен быть любой разбавитель без запаха то есть по умолчанию все разбавители пахнуть будут поэтому это нужно спрашивать художественном магазине какие есть в наличии чтобы не пахли если мы говорим про то что быстро сохнет это любые растворители которые в себе содержатся секативы ускорители высыхания например терпентин или скипидар он сам по себе является секативом то есть он быстро сохнет можно пользоваться чистыми этими разбавителями про которые я сказала а можно брать те разбавители состав которых входят те или иные секативы есть специальные ускорители высыхания разные медиумы но не особо я советую на них писать лучше брать что такое самое стандартное поэтому просто нужно уточнить художественном магазине что конкретно у них есть в наличии татьяна спрашивает что такое склейка склейка это тот альбом для рисования на котором мы пишем вот такой вот альбом вот так мы отрываем листочки вот так вот открываются они и там следующие холсты вот такие холсты это стопроцентный хлопок вот такая вот сектора у него очень приятная и просто мы отрываем и пишем следующую работу и еще посветлее пузико вот здесь вот в этом месте сейчас я работаю прямо по границе здесь по краю и и постепенно начинаю начинять внутри уже такими вот перышками давайте сразу сформируем мордашку ему и и начинаем прописывать ему клювик сначала я обозначаю общую форму а потом только начинаю ее заполнять цветом то есть сначала я создала какую-то базу а потом его начиняю так татьяна говорит я покупаю в финляндии white spirit без запаха да вот если такие есть в продаже то пожалуйста очень удобно работать на тех разбавителях которые не пахнут любом случае даже если написано что например разбавитель без запаха как правило тот или иной запах у них присутствует причем не самый приятный естественно это нужно просто методом ну проб наверное выбирать того производителя у которого действительно не пахнущий разбавитель и просто найти тот который самый приятный для вас будет так так мария спрашивает на хвойном лаке писать не советуете я в целом на лаке писать не советую на любом так холст и склейки можно потом оформить в рамку как картину конечно можно этот холст очень классно оформляется в рамке я покажу недорогие варианты оформления наверное в фотографиях у меня с собой картин уже нет они уже все разлетелись как это можно оформлять в икеа есть такие знаете недорогие дешевые рамки это рамки для фотографий вот вот этот холст любой такой отравной холст можно оформлять двусторонней лентой или горячим пистолетом вот так по периметру пройтись наклеить на вот эту подложку для фотографий и оформить в рамку смотрится обалденно так надо поискать без запаха ну да вот это вот самый верный вариант походите проспрашивать продавцов они конечно не будут открывать лак и давать не будут отдавать нюхать открывать лак но просто хотя бы посоветуют просто спросите на самом деле что не пахнет пахнуть они все будут но просто что из них максимально нейтрально нейтрально имеет запах и снизу нижняя часть клювика тоже вот так вот от границы и вниз так не нашла где материалы в ВК склейку купить это не ВК нет это на сайте заходите на сайт на главную страницу theartschool.ru и там будет меню главное видеоуроки еще какие-то контакты и вот среди вот этого верхнего меню будет кнопка материала для художников и там можно это все посмотреть я потом покажу в конце занятия если это нужно я покажу так Людмила пишет я использую растворитель без запаха фирмы роза вот не знаю я не использовала но вот если что-то вы находили можно в чат друг другу посоветовать и может быть кому-то это будет полезно и пригодится так и такой вот темнотой вокруг клювика пройтись показать все вот эти перышки темные и глазик обозначить давайте вот здесь обозначим глазик ему внутри внутри оговорилась внутри вспомнилась шутку про белорусского про белорусского этого воробья который говорит чик-чирык не видели эту картинку? вот здесь вот внутри зрачок такой черный черный поставить обвести белизной серый такой белизной вокруг зеркал поставить блик если формат вашего холста позволяет прописать какие-то совсем мелкие детали то еще в глазике обязательно поставьте вот так вот вокруг черного зрачка более светлым цвет его глазок такой вот коричневатый так Раиса спрашивает Татьяна опять вопрос про склейки холст из склейки надо закрывать стеклом? нет как и любую картину маслом стеклом покрывать не нужно нужно оставить ее на воздухе и внутри поставить глячок немножко посерее потому что это совсем белый и еще раз вокруг глазика вот так вот темнотой и начинаем работать с шерсткой внутри такие вот более светлые с небольшим количеством охры и серого вот такие вот светлые перышки добавим можно еще покрупнее побольше его сделать в континенте и это с и и И вот здесь постепенно начинаем его наполнять перышками. Я не советую его покрывать контрастным слоем разных перьев. Давайте его покрупнее сделаем. И там еще будет такой хвостик, чтобы они по размеру были сопоставимы. Так, вот здесь вот раскидываем перышки. Обратите внимание, что сейчас мы не используем какие-то совсем светлые. А вот этой светлотой, самый большой, самый финальный, мы будем работать уже в конце. Когда у нас будет вокруг все прописано, когда мы будем знать, какой мы можем использовать самый светлый. Пока я сейчас по контуру ему пройдусь покажу вот это вот свечение першек. Обозначим крылья. Такие вот красноватые тоже здесь будут. И, конечно же, хвостик. 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 И здесь внутри прописать какие-то крылышки внутри. И прямо по верхнему контуру нашего хвостика. И давайте поработаем над хохолком. Такой вот нахохлившийся у нас товарищ будет. И не забывайте свет контурный. И вот здесь вот подчеркнуть светлоту по контурикам. Со студенческих времен ненавижу слово «контур ажурное освещение», поэтому всегда его называю «контровым» из фотографии. Вот так вот по контуру пройтись, показать, что свет сзади бьет по нашему герою и подсвечивает волосики вот здесь прямо сбоку. Для большего контраста можно еще темнее сделать фон, но сейчас мы этого делать не будем. И внутри прописать более такие темные перышки. И вот так вот внутри обозначить еще большей темнотой, подчеркнуть те перья, которые ему вот здесь вот осветило солнышко. Вот здесь вот по границе тоже можно уже показать какие-то светленькие. Тоже не везде одинаковые, просто кое-где. Так вот аккуратненько понемножку. И вот здесь. Кое-где подчеркнуть вот эти темненькие ворсинки. Внутри тоже несколько вот этих светлых перышек можно подчеркнуть. И немножко конкретнее обозначить крылышком. Внутри тоже можно подчеркнуть. Так, спрашивает участник. Без имени, к сожалению. Поменяйте, пожалуйста, имя, чтобы видно было, кто пишет. Татьяна, на распродаже Мака или копия картины Камиле Писаро. Мы писали копию картины Камиле Писаро. И там вот как раз эта работа. И здесь посветлее. Такие вот. И теперь давайте наполнять снежком. И прописывать наши дощечки. Дощечки будут писаться по тому же принципу, что пишется древесина. Я вам рассказывала об этом на первом занятии марафона. Ну, это логично. Древесины, деревяшки, вот эти столбы. Все, что деревянное, оно пишется примерно одинаково. Так что сейчас мы с вами будем создавать вот эти узоры деревянные. И сейчас я наберу коричневато светлую краску. Но не такую теплую, как у меня здесь была на основе охры. А похолоднее. С такой голубинкой легкой. И коричневого для придания более серого цвета. Вот это будет темный замес. И можно такой же посветлее сделать. И так. Показываем более светлым узоры деревяшек. Где-то потолще. А где-то более тонко. И следите, чтобы вот эти узоры, они у нас где-то сливались с фоном. Вот это занятие, оно похоже, в общем-то, на написание пены на воде. Поэтому, кто был на курсе по морю, знаю, что пена примерно так же создается. Поэтому сам принцип, он похож. И здесь вертикально также располагаем. Где-то с зеленцой смешивается не страшно. Так. Так, не забудьте. Ничего себе pas. Как? Так да. Ну, пока, не забудьте сейчас равен. Что дальше. Если и для меня дальше, мы будем смотреть сразу. И вот здесь на момент南 judgment, уже кстати, с nochmal на McD 님, Больше коричневого, немножко синего. И еще важный момент. Вот здесь вот нам саму деревяшку, древесину надо сделать еще потемнее. Сейчас создаем общее направление. А затем берем уже кисть более плотную, вот такую вот твердую, и распределяем темные. Потому что темных здесь сейчас явно не хватает. Синий плюс коричневый, немножко даже ФЦ, чтобы еще было потемнее. Если очень сильно нужно, то еще и красный. И вот такой смесью начинаем прописывать темноты. Смесь очень темная. И она нам как раз позволит добиться самых глубоких теней. Еще темнее вот в этих участках. И внизу здесь тоже подчеркнуть темноту. И чуть-чуть больше коричневого. И на ближнем плане еще сильнее выделить узор дерева. Здесь мы снимем плотную. Смесь. Продолжение следует... 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 Давайте веточки обозначим. Давайте веточку обозначим. Вот этой тонкой кистью обозначим стволики. Кистью обозначим. Покажу стебельки. Покажу стебельки. Покажу стебельки. Здесь раз. Такую вот сразу кривоватую, настоящую. Сюда наверх она пойдет. Ответвление вот в эту сторону. И вот сюда. Ответвление. Внутри вот эту подложку. Оставляем, она у нас с вами будет играть роль фона, острый, ну и здесь давайте пару листиков тоже. Так, несколько листиков здесь уже будем отмечать более контрастными и давайте вот здесь вот обозначим. Спасибо. И сюда вниз тоже опускаем. И голубым снегом. Можно некоторые здесь разделить. Более светлым мы с вами выделим такие вот светлые на фоне темных. Обозначили вот эту гусиную лапку и соединили их. Спасибо. Спасибо. И внешнюю часть у некоторых подсветить. Можно уже более тонкими кисточками работать. Спасибо. Спасибо. И пока емочки вот так пройтись, показать какие могут подсвечиваться. не выписывать все подряд, только обозначить те, которые могут выделяться. Спасибо. 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 И так же поступить с этими верхними. у некоторых только показать светящиеся вот эти вот кончики, подсветить вот этим вот солнышком. Спасибо. 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 Вот в этих вот повернутых. и раскидать вот эту светящуюся массу, которая где-то будет повторять форму лепесточков, а где-то она достаточно так вот хаотично бродит и создает нам просто фон массу. Запускаем сюда пятна рябины, кисть как следует вытру. и начинаем формировать ягодки темнотой. Сразу группками. работаю сейчас кроплаком с небольшим количеством коричневый. Здесь тоже такая вот кучка. И где-то они прям такой вот группкой собираются, а где-то более разреженные. Вот. Ага. 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 Постепенно начинаю высветлять, работаю сейчас смесью кадмия красного, темного и светлого, вот так вот в перемешку. И смотрите, высветляю не все, только те, которые могут быть к нам, которые могут быть такими вот светлыми. На каких-то будет тень от шапки из снега, поэтому все высветлять не нужно. Какие-то вот там в тени находятся и пусть там и остаются. Не забываем. Что мы с вами можем поставить им еще такие вот точечки темные на попках, но опять же у некоторых, чтобы не все одинаково были подсвечены. Чтобы некоторые у нас поворачивались одним боком, некоторые другим. Самое интересное будет с пропиской снега. Вот здесь вот, пожалуйста, отнестись аккуратнее, потому что можно сейчас положить грязь. Вот чтобы этого не было, несколько вариантов существует. Либо дождаться, пока картина просохнет, либо работать очень-очень легкими мазками. Давайте я вот эту вот зеленую сейчас краску смою. У меня вот этой кисточкой достаточно удобно будет сейчас работать. Поэтому я ее сейчас вымою. Кто разбирается в ботанике, как дерево такое называется? Убираю лишнюю краску. Вот сейчас вот много зелени, поэтому мне сейчас нужно будет какое-то время потрудиться, чтобы ее очистить. Потому что снег у нас будет слегка синить, а зеленца будет подбираться с фона, вот здесь вот с листиков. Поэтому нам нужно особо постараться не перезеленить этот снег, не перекраснить. Так, кто-то говорит, что это австралист зеленый. Кто-то говорит, что это магнолия подоболистная. Господи, такие названия даже впервые слышу. Калина. Так, картина сказочная, да, это уже на другую тему. Ну, в общем, кто узнает точное название этого дерева, то напишите. Кисточку относительно помыла. И сейчас начнем прокладывать с вами снежок. А снег мы будем закладывать сначала такой вот фиолетовой базой. Может быть не такой насыщенный, чуть-чуть более спокойный. Вот так вот коричневинкой я снимаю эту насыщенность. Более серый. И сейчас работаем таким образом. Вооружились большим количеством салфеток. В правой руке у меня кисточка с краской. Краска относительно густая и достаточно в большом количестве. Сейчас мы с вами будем раскидывать снежок. Причем давайте вот так вот со снегом сейчас поработаем следующим образом. Нужно будет работать жирно, густо и постоянно вытирая кисточку. Так что вот здесь вот снег мы с вами положили. Сразу вытираем, потому что у нас сиюминутно будет все это пачкаться. Можно даже себе вот так вот зачерпнуть эту краску и в кучку ее собрать. Сейчас кучка-то у меня маленькая здесь получилась, но тем не менее. Некоторые вот здесь вот рябиночки вот так вот сверху покрыть пока что такой фиолетоватый. Вот так вот немножко снимаем насыщенность, чтобы стало более серой. А сверху кое-где вот так вот покрываем нашу рябину. Кто-то пишет, что это бояршник. Я надеюсь, что к концу трансляции мы выясним, что это за зверь такой. Вот так вот я аккуратненько стараюсь работать. Где-то снежок подкладываю на листики. Где-то вот такой вот целой массой. Постоянно кисть вытираю. И добавляю новую краску. И здесь сверху так же накидываю. Причем накидываю вот такими вот шубками. Еще погуще нужно. Где-то пофиолетовее. Фиолетовее поинтереснее даже. Так, и вот здесь вот рябинку тоже. И кое-где, опять же, на горизонтальке вот так вот поддобавили. Теперь собираем еще посветлее замес. Так, осторожно. Вот у нас тут белая опустилась в зелень. И работаем еще посветлее. Такой вот снежок. Чуть-чуть более теплый, кремоватый. И можно уже раскидывать погуще и пожирнее. А светлым он будет вот в этих вот местах. На освещенных участках, вот здесь, под птичкой. Вот он наш кремовый розовый плюс желтый плюс белый. И посмотрите, какой густой краской я сейчас уже это закладываю. То есть все свечение, весь сияющий снег у нас закладывается вот таким способом. Остаются у меня какие-то базы, вот эти вот сероватые, которые я поставила, их уже не трогаю. Пока емочки вот так вот распространить вот этот светлый снежок. И вот с этой стороны тоже у нас какой-то будет такой светловатый скатываться. Тоже немножко здесь припорошить. И посмотреть, где у нас может еще быть вот такой светлый-светлый снег. А вот в этой области он не будет таким белесым. Он скорее будет чуть-чуть вот потемнее вот таким. Поэтому здесь аккуратнее мы должны с вами определить, где снег у нас светлый, а где нет. Вот здесь вот на верхушках чуть-чуть посветлее. На самых-самых верхушечках. КОНЕЦ И давайте пропишем лапки. И давайте пропишем лапки. Одну вот сюда, небольшую, и она у нас погружена уже в снежок, поэтому у нас видно только верхнюю часть, а сами коготочки вот так вот погружаем в снег. Их еще украсим снежком сейчас. И здесь тоже такие вот лапочки. И внутри более светло. И тень под птичкой. Под птичкой сейчас вот так вот обозначаем более темные. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И еще сильнее подчеркнуть вот эти вот тенюшки. А с другой стороны еще вот так вот припорошить снежком. Ну что ж, вот таких вот сегодня мы с вами написали птичек. Я надеюсь, что этот класс вам показался интересным. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!